Сейчас мы находимся на улице Гончарова, возле дома номер 12. Здесь долгие годы располагалась редакция газеты «Ульяновская правда», а спроектировал это здание Фёдор Осипович Левчак. Совсем недавно исполнилось 140 лет со дня рождения знаменитого архитектора гения местного модерна. Фёдор Осипович строил этот доходный дом, один из первых своих проектов в Симбирске, по заказу купца Николая Семёновича Зеленкова. Центральный резолит в верхней части украшал своеобразный клепной купеческий герб. Впрочем, здание привлекало арендаторов не только красотой фасады с колоннами, лепниной, высоким арочным окном, но и комфортом. Здесь уже тогда, в 1909 году, было центральное водяное отопление с котельной, ватероклозетами и ванными комнатами. Но это здание, построенное по проекту Левчака, не единственное, которое сохранилось до наших дней. На улице Лева Толстого, 42, бывшей Покровской, сейчас находится Ульяновский госуниверситет. Но когда-то это было симбирское отделение Государственного крестьянского поземельного банка. Левчак писал, В идее осуществленного проекта лежало олицетворение здания крестьянского банка в виде колоссальной избы с характерной двускатной коньковой крышей. Здание представляет собой компактную композицию разновеликих объемов с очень выразительным по рисунку венчанием. Ее стержень составляет украшенное бронзированными ставками, майоликовым фризом и мозаичным панно центральная часть. Строгий объем дома усложнен массивными балконами и крыльцом. Сохранилась и мебель зала заседаний банка, выполненная по рисункам Левчака. Один стол находится в музее архитектуры эпохи модерна в Симбирске, расположенном на территории музея-заповедника «Родина Ленина». Здесь же можно увидеть, как выглядел банк в начале прошлого века, а также проекты зданий банков, выполненные Левчаком для Тамбова, Курска и Нижнего Новгорода. Поскольку Федор Осипович Левчак с 1906 года исполнял должность симбирского городского архитектора, а затем руководил строительным отделом губернского земства, то все значимые сооружения предвоенного Симбирска были связаны с его именем. Например, здание общественного собрания, здание филармонии, которое сейчас находится на реставрации, кинотеатр «Ампир», сегодня это кинотеатр художественный и театр молодежный. В Симбирске Федор Осипович Левчак сделал немало. Это был и талантливый архитектор, и успешный предприниматель, и изобретатель, так же, как и его отец. Федор Осипович, приехав в Симбирск, продолжает изучение материала, который на начало XX века был новым. Это бетонит. Затем проводит опыты в земской лаборатории и выпускает книгу «Бетон, пустотелый камень». Он выпускает книгу, а дальше, в следующую очередь, это открытие завода, сначала симбирского городского, а затем его собственного, по производству бетонно-пустотелых камней. Ярким рекламным объектом, который был возведен из бетонно-пустотелых камней, стал собственный дом архитектора. Он находится на улице архитектора Левчака, пожалуй, самой короткой улицы Ульяновска. Когда-то это была Покровская площадь. Не так давно дом отреставрировали и открыли в нем музей, дом-ателье архитектора Левчака. Почему ателье? Он здесь не только жил, но и творил. Это было место работы архитектора. На первом этаже находилась мастерская хозяина дома. Здесь есть и рабочий стол, и место для приема посетителей. Именно здесь он задумывал свои проекты. Федор Осипович Левчак жил в этом доме с 1914 по 1918 год вместе со своей семьей, женой Марии Васильевны и детьми Надеждой, Верой, Борисом, Глебом и Иосифом. Младший родился уже в этих стенах. Дом выполнен в неорусском направлении стиле модерн. В музее смогли восстановить потолочные плафоны в первоначальном виде, даже цветовая гамма прежняя. Сохранилась и плитка на полу при входе в дом. Низ стен в мастерской оклеен линкрустом, как и было при жизни архитектора. Лестница, ведущая на второй этаж, еще помнит шаги прежних своих хозяев. На ней не отразилось время. На фасаде дома мы видим героев русских сказок. Царь-рыба, царь-птица, птица-гамаюн и героев русских лесов, сокола, медведя, такующих глухарей, изображенных на майоликовом панно, выполненном по рисунку Левчака. Этот дом и город на Волге семья архитектора покинула в 1918 году, ровно сто лет назад, когда Симбирск был охвачен гражданской войной. Более подробное о жизни Федора Осиповича Левчака можно узнать во время экскурсии, организованной сотрудниками музея-заповедника «Родина Ленина». Несколько лет назад мы подготовили экскурсию, которая называется «Бель эпох», прекрасная эпоха Федора Осиповича Левчака. Она посвящена его творчеству и прекрасной эпохе, в которой он работал, эпоха модерна в Симбирске и те архитектурные здания, которые он построил в этот период, период жизни в Симбирске в начале 20 века. Экскурсия, посвященная эпохе модерн и жизни знаменитого архитектора, состоится 4 августа. Место встречи в 16.00 у Дома музыки, филармония. Набор группы ведется до 5 вечера 3 августа. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.